Роман Романов – восьмиклассник, который стал единственным курсантом, попавшим на проект «Книга корней». Воспитанник Школы Мужества собирал данные не о собственной родословной. Он изучал историю военно-патриотического учреждения. Своими идеями поделился с преподавателем и сразу приступил к поиску старых фотографий. В рамках проекта его ожидал целый цикл мастер-классов по обработке ретро-снимков. Фотографии были собраны с самого начала Школы Мужества, точнее клуба, с 1987 по современный день. Информация была собрана въедина и получилась некая история Школы Мужества. Курсант должен знать историю школы, считает Роман. Ведь без сведений о прошлом сложно представить, что ожидает в будущем. Возможно, поэтому к проекту подключились и взрослые. Когда этот проект начался, стал реализоваться, мне тоже стало интересно. Ребята, у меня двое, оба подростки. Их этим очень трудно увлечь. Хотя вот этот момент, когда можно применить свои знания в обработке фотографий, их привлёк, сына привлёк, он мне помогал, он сделал тоже фотографии, обрабатывал. Я с большой теплотой и желанием посещаю этот храм знаний. И благодарен людям, которые находят что-то новое. Вы молоды, перед вами вся жизнь впереди. Как сложится она, в большинстве зависит от ваших действий. С января по май участники проекта под руководством экспертов обрабатывали снимки, искали сведения о семье в разных источниках. К сегодняшнему дню в Ангарске создано около 30 электронных книг-корней, иными словами, родословных. И каждый из них – уникальный проект, в котором собрана ценная информация. Мария Евстратова, Дмитрий Новопашин. Местное время.